Появление растений на суше стимулировало развитие жизни в пресноводных болотах и водах. Новоприобретенная подвижная шея позволяла ему в условиях тесноты дотягиваться челюстями до добычи. Но самым интересным свидетельством оказались плавники. На конце костных дуг у него были остатки других отростков. Костное строение было в целом схоже со структурой конечностей. Это полный скелет переднего плавника. Скажем, я лопастеперая рыба. Вот мой передний плавник. Назовем его конечностью. А это передний плавник тикталика. У него имеется плечевой сустав. Очень важно, что у тикталика он направлен вбок и вниз. Совсем не так, как у рыбы, которая с помощью своих плавников только плавает. Этот плавник был направлен вниз, под тело. Это плечевая кость. Она есть у всех нас. Это первая кость передних конечностей. Также имеется локтевая и лучевая кости. У нас с вами, у всех животных с конечностями, есть локтевые и лучевые кости. Имеются кости запястья. Это некое подобие кисти, которая сгибалась и позволяла плавнику как бы ступать по поверхности земли. То есть, перед нами плавник, очень схожий по строению с нашими конечностями. Эта рыба использовала плавники так же, как мы, конечности. Универсальные плавники тикталика позволяли ему перемещаться на глубине. Но при этом, как только он оказывался на отмеле, с помощью костей и суставов ему было легче передвигаться, отталкиваясь от дна. Однако эти новоприобретенные конечности пригодились ему не только в воде. Они стали движущей силой одного из самых потрясающих событий в истории эволюции. Выхода первых позвоночных животных на сушу. Со временем они развивались. Выхода первых позвоночных животных на сушу.